Добрый вечер! Мы, как всегда, с вами с молитвой на устах и в сердце продолжаем изучение псалмов. Тема очень трудная, но очень интересная и такая всеобъемлющая, я бы сказал, все стороны жизни, очень исторические моменты, все здесь сливается в одно целое. И мы, как всегда, также с вами пожелаем, чтобы наши усилия пошли на пользу и на выздоровление всем, кто болен. Итак, мы с вами сегодня будем говорить о втором псалме. Первый псалом, он говорит о счастье человека, хотя мы поняли, что это не так просто. Счастье, оно не то, что человек получает удовольствие. Счастье – это исполнить свое предназначение, то есть быть все время в пути и стремиться к цели. И необходимый момент – это размышление о Боге, постоянное размышление о Боге, которое привязывает человека к духовному миру и тем самым дает ему и силы, и успех на все, что он делает, да и направляет его на правильный путь. Таким образом, человек может использовать свои потенциалы, которые ему даны от рождения, даны его душе Всевышним. И так мы видим исполнить свое предназначение. Второй псалом нам скажет сразу о том, что есть и предназначение у всего народа. Если мы говорили об одном человеке и о том, что он должен умножать хорошие дела и должен быть постоянно привязан к духовному миру с размышлением о Боге, то у народа, как мы представляем себе, задача несколько иная. Забегая вперед, можно сразу сказать, что перед сыновьями Израиля стоит задача как бы связать материальный и духовный мир или, иными словами, привести к раскрытию божественного присутствия на земле, приблизить мир к тому состоянию, в котором он был, когда Адам решен, первый человек, находился в саду и не было греха. Сильнейший момент, как бы центральный момент в исполнении этой задачи – это построение храма. О нем говорят, что как раз храм соединяет небо и землю, и что, когда Всевышний создавал небо, он творил его левой рукой, а землю творил правой рукой. А вот храм создан двумя двумя руками, то есть мы понимаем, что здесь есть единство. О храме также говорят, что центральная точка храма, которая называется Эдинштия, камень на основании мира, это, по крайней мере, метафизически, образно, это та точка, которая была сотворена первой и которая вмещает в себя весь мир, как духовный, так и материальный. Да, мы видим, что вот такое совмещение духовного и материального мира, оно связано с храмом, оно выражается как благословение, то есть человек идет по земле и делает все, что он может, все, что он может сделать. И, во-первых, он понимает, что он делает, куда он направляется, у него есть либо пророчество, либо такой пророческий ориентир, у него это есть. И, кроме того, все усилия, которые он прикладывает, как бы получается больше, чем он может сделать, то есть Всевышний добавляет к его усилиям. И его силы раскрываются во много-во много раз больше, как говорится, об Ицхаке. Об Ицхаке собрал он, Меа Шаарим собрал стократный урожай. Это благословение Всевышнего. И мы понимаем, что храм играет центральную роль, и не случайно в этом. И не случайно Давид всю жизнь стремился построить храм, и многие псалоны посвящены этому. Но второй псалом не о том. Второй Псалом не затрагивает проблему храма. Он как бы абстрагируется от нее, он не говорит о ней, вообще не упоминает. Он говорит о том, что через сыновей Израиля, на земле Израиля раскрывается божественное присутствие. Даже если нет храма. Храм как линза, как призма такая, которая усиливает божественный свет, распространяет его не только на землю Израиля, на весь мир. Но начало исходное – это сами сыновья Израиля, которые собираются на святой земле. И об этом говорит второй псалом. Давайте заглянем в текст. И здесь надеюсь, что раскроются совершенно принципиальные моменты, которые объяснят нам многое, что происходит сегодня в мире, да и внутри самого еврейского народа. Сейчас, одну секунду, я делаю ScreenShare. Выбираю то, что нам нужно. Вот, и мы с вами можем двигаться. Мы видим текст. Текст мы не видим. Текст мы не видим. Одну секунду, одну секунду. Отлично. Второй псалом. После того, как Давид описал цель одного человека, он говорит о цели всего народа. Но как он говорит? Он не говорит «пойдем, соберемся в земле Израиля». Он начинает, как бы, можно, как говорят человеку, трудно. Сам тот, с кем происходит чудо, ему трудно понять чудо. Легче гораздо понять чудо при взгляде со стороны. И вот Давид так и начинает псалом. Он говорит о взгляде со стороны. О том, как народы мира реагируют на собирание сыновей Израиля на своей земле, на своей родине, на создание прочного государства. Почему волнуются народы? Ракшу. Почему волнуются? Регеш. Что-то волнует народы. И нации замышляют пустое. Здесь есть разница. Народы – лиумим. От слова лиом – народ. Здесь такой центральный момент в этом слове. Это «эм» – мать, то есть это те, кто имеют общее происхождение, имеют какие-то общие черты и привычки, живут на одной земле. Вот они волнуются. Лама Ракшу. Да, я прошу прощения. Прежде всего, я немножко перескочил. Ракшу Гоим. Волнуются Гоим. Гой от слова «ге». Ге – высокий, гордый. То есть это те, у кого есть идея, у кого есть такая национальная гордость, национальная идея. Да, они волнуются. У них «рэгиш», какое-то неясное чувство, что что-то происходит. Что происходит, не совсем понятно. Но они взволнованы. Взволнованы, как мы можем представить себе, что рушатся их национальные устои. Рушатся то, чем они гордились. Подвергаются, как бы расшатываются основы их религии, веры. То, что всегда составляет гордость и основу любого народа. Все это начинает качаться, начинает рассыпаться. И поэтому те, у кого есть национальная идея, те, кто гордятся своей верой, они волнуются. И «леумим» – вот здесь это то, что я перескочил просто слово, поторопился. Тоже можно перевести как «нация», но здесь другое значение. «Леум» – это то, у кого общая мать, у кого общая территория, общие привычки, общие наклонности, которые живут вместе. «Они замышляют пустое». Что же это пустое, то, что они замышляют? Посмотрим. Одни волнуются, потому что они чувствуют, что… То есть не одни, а как бы те, кого можно назвать, те, на кого можно посмотреть. Когда ты смотришь на народ со стороны его национальных ценностей, то ты видишь волнение. Когда ты смотришь на него как на группу людей, связанную общим происхождением территории, то ты видишь, что они замышляют пустое. Встают цари земли, и правители совещаются вместе. Против чего они… Что они совещаются? Они совещаются против Бога и против помазанника его. И тут мы видим с вами центральный момент, ключ всего, ключ к пониманию всего происходящего. Если вы помните, мы с вами говорили о том, что проблема Адама была в том, что ему было тяжело с Богом. Он не мог представить себе, как решается вопрос свободы выбора. Если Всевышний все знает, если он все понимает, и он заранее все знает, то где же он сам человек? И эта мысль была тяжела для Адама, и в конечном итоге она привела его к преступлению. Эта мысль, что человеку тяжело с Богом, она продолжается и проходит красной линией через всю историю. Мы можем с вами представить себе Вавилонскую башню. Люди собираются воевать с Богом. Они собираются оттолкнуть его. Как они собираются это делать? Просто подняться повыше и там найти Бога, и сражаться с ним с мечом в руках. Или они какими-то голодовскими путями пользуются, какими-то именами Всевышнего. Это уже другое дело, и тут можно не разбирать эту технику. Но идея Вавилонской башни – это война с Богом. Как мы помним, в период Вавилонской башни живет Авраам, который пытается объяснить людям не только глупость, но и пагубность этой идеи войны с Богом. Он провозглашает Авраам не только единство Бога. Он провозглашает, что каждый человек создан по образу и подобию, что Всевышний относится с любовью к людям. Он призывает и человека относиться с любовью ко Всевышнему и к его творению, и особенно к людям, к ближним. Это обо всем говорит Авраам тем, кто строит Вавилонскую башню и собирается воевать со Всевышним. Мы понимаем, может быть, в скобках нужно заметить, что там, где человек борется со Всевышним, там разрушаются и отношения между человеком и человеком. Там разрушается и мораль. И Медраж, как вы помните, об этом рассказывает такими словами, что Всевышний не трогал строителей Вавилонской башни до тех пор, пока он не увидел, что они пришли к такому состоянию, что когда падает кирпич, то все огорчаются, плачут. А когда срывается и падает человек, никто не обращает внимания. То есть война с Богом приводит к очерствению души, которая проявляется во всем. И вся история носит такой характер, если можно сказать, или, по крайней мере, главная линия в ней – это сыновья Израиля, которые привязаны к Богу так или иначе, привязаны всем сердцем по разным причинам. Потому что их праотцы были привязаны к Богу, потому что они стали пророками, они понимали Всевышнего, потому что они стояли у горы Синай, и Всевышний раскрылся им. И дальше из поколения в поколение передается этот момент раскрытия, как Тора, нашедшие выражения в Торе. Многие другие моменты, но весь мир устроен таким образом. Сыновья Израиля привязаны к Богу, ко Всевышнему. А так или иначе, так или иначе, народы мира, они не хотят власти Всевышнего, не хотят власти единого Бога. Не хотят признать его закон, его мораль, те правила жизни, которые он установил для блага же человека. И даже если народы подходят к пониманию единства Всевышнего, они не достигают этого понимания единства Всевышнего. Примером могут быть христиане, которые подменяют понятие единства тройственностью. Примером могут быть мусульмане, которые не могут понять абсолютность, абсолют Бога, как всепроникающую любовь, а разделяют между Богом и человеком. Бог – это все, человек – это ничто. То есть человек не постигает единства Бога и по одной простой причине, потому что он не хочет этого, ему тяжело, ему тяжело с Богом, с Богом единым, абсолютно единым, которого он не понимает, не может осознать. Это и причина, что те народы, которые понимают ценность Тора, они не обращаются к еврейскому народу для того, чтобы постичь Всевышнего со стороны истинного единства. Тяжело на подсознательном уровне, на сознательном уровне, на уровне понятийном. Поэтому это тяжело, и те требования, которые выдвигает Тора к человеку, они также тяжелы. И при этом присутствует такое ощущение, которое мы можем представить себе на основе 139-го псалма, который мы с вами учили, что человек теряется, если Бог абсолютен, а он не знает, если Бог абсолютен, если он знает все, если он делает все, то человек начинает теряться, ему тяжело, он теряет себя, и он убегает от этого понятия абсолютного единства. Как, скажем, мы много раз говорили с вами о том, как иудаизм решает эту проблему, решает ее как парадокс. Бог знает все, Бог делает все, а я обладаю свободой выбора, и на мне лежит ответственность за мои поступки. Парадокс, 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 но мы с этим парадоксом живем, и его можно объяснить как-то с той или иной точки зрения, но главное, что мы принимаем этот абсолют, который другие не принимают. И еще раз, вся история, начиная с Адама, это противостояние человека и Бога. Я был такой французский философ относительно современный, Камю, который написал книгу «Бунтующий человек». И он там эту мысль как бы проводит постоянно, что это свойство человека – бунтовать против Бога, и для него это хорошо, это достоинство человека, это освободиться, это стать свободным. Что уж он там, какие вещи описывает, иногда не очень приятные, я не буду вам пересказывать, в чем заключается бунт. Бунт заключается, в частности, в отказе от морали. Делай то, к чему тебя тянет, делай специально, чтобы не разрушить закон Бога. То есть, мы понимаем, почему я об этом говорю, мы понимаем, что эта мысль присутствует, она живет. И в конечном итоге она является главной и определяющей, и определяет линию истории, линию истории и периоды истории. И вот встают цари земли, правители, совещаются против Бога и против помазанника его. Но что это они пробудили сейчас? О каком моменте говорит царь Давид? Если мы говорим, что это на протяжении всей истории, почему царь Давид говорит об этом сейчас? То есть, он говорит как об одном каком-то моменте. Можно сказать, что он описывает такими словами тенденцию, которая постоянно действует. Это можно сказать, но гораздо точнее, мне кажется, было бы сказать, что царь Давид говорит о становлении царства Израиля. О становлении царства Израиля, о его укреплении, о достижении им мощи. И это относится и к нашему периоду, периоду возвращения из изгнания и становления государства Израиль, укреплении его, всей его победы, все его достижения, все его успехи. Это раскрытие божественного присутствия, возвращение божественного присутствия в землю Израиля вместе с народом. Как царь Давид и сказал в Салмах, что Всевышний возвращается вместе с пленниками. Когда возвращаются пленники, Всевышний возвращается с ними. То есть, естественно, образно мы представляем, о чем идет речь. Чем больше сновей Израиля в земле Израиля, чем крепче страна, чем крепче государство, чем выше его достижения, тем больше происходит чудес, тем больше и явственнее, я бы сказал, ощущается божественное присутствие. Ощущается божественное присутствие во всем мире. И это волнует царей. Здесь нужно представить себе, я бы сказал, что есть разница между антисемитизмом и антисионизмом. И хотя в ООН недавно была принята резолюция о том, что антисионизм также является антисемитизмом, это может быть хорошее положительное явление на международной арене, но по сути это два разные явления. Антисемитизм направлен против еврея в Галуте. Вот он, еврей, старается, вот он повсюду проникает, вот он везде преуспевает, как это было в Египте, скажем, и точно так же, как это было в Германии. И в какой-то момент это начинает раздражать, так сказать, коренные народы, начинает их волновать. Но мы говорим об отдельных людях в данном случае. А есть такое явление, которое описано Ехискелем в 38-39 главе его книги. Это Гог из страны Магог. Тут тоже нужно понимать, что речь идет не о конкретном событии, а идет о тенденции. И рассказ Ехискеля, он таков, что сыновья Израиля возвращаются из изгнания, собираются на своей земле, и появляется царь, который хочет захватить страну Израиля. И он собирает все народы, поднимает их на войну, приходит, и Всевышний поражает его в земле Израиля. Я бы даже не сказал, что под стенами Рушалаема, как описывает эта Ехискельпа, в земле Израиля. То есть мы видим два противостояния. Одно сыновьям Израиля, как отдельным людям, которые среди народов. И это явление можно, скажем, обобщить и назвать им Олег. А другое противостояние государственности, возобновлению, становлению государства в земле Израиля. И эту тенденцию можно назвать Гог из страны Магог. Она проявлялась, она действовала всегда. И поэтому, скажем, антисемитизм начал и обретать новую окраску с появлением сионистского движения. И встают цари земли, и правители совещаются вместе против Бога и против помазанника его. Против Бога и против царя его. Как мы понимаем, что царь – это не самое главное. Есть царь или нет царя, если народ собирается в Израиле, если он укрепляется. Если у него есть другие формы правления, то это также собирание рассеянных. Царь, как бы, если так можно сказать, это средство, а не цель. Царь собирает рассеянных. Его задача – собрать рассеянных, привезти остатки народа Израиля, привезти в Израиль. И здесь подчеркивается, что они совещаются не только против Бога, а против помазанника его. Потому что если против Бога, это может быть чистая теория. Читал Тору, не понравилось что-то, не делая себе никакого изображения. Сказал, ну, как это так можно, не делать никакого изображения. Или что-то не понял в Торе. Это и вот как бы выстает против Бога в душе. Но здесь не только это. Здесь против помазанника его, то есть против царя. Я бы взял это как образ тоже, да, образ собирания, становления, укрепления народа. Против помазанника его, против того процесса, который ведет Бог на земле, приближая мир к исправлению. Прежде всего, к утверждению морали, нравственности, доброты. И, скажем, да, то есть ведет мир по этому пути, ведет мир к этой цели, собирая рассеянных сыновей Израиля из всех стран. Что же они говорят, как бы цари и советники? Разорвем узы, здесь нужно перевести его, да, то есть формально, я просто не заметил, я здесь правил текст, да, разорвем узы его и сбросим в себя путы, путы его. Смотрим, выврите, проверим, да, не слиха мимену аботеймо, да, его путы, да, его путы, да, путы бога. Что же это за узы, которые они собираются сбросить? И что же это за путы их? Это закон Всевышнего, это тот порядок мира, который хочет утвердить Всевышний, это то раскрытие божественного присутствия, которое обязывает человека быть моральным, понимать пути бога и быть моральным. Это то, что их волнует, да, это узы, то, что связывает, да, и путы их, скажем, если мы попробуем уточнить через иврит, что у нас здесь получится, не наткает мусоротеймо, действительно, мусорот, не шиха мимену аботеймо, ну, скажем, не вдаваясь в подробности, путы и толстые веревки. Я бы сказал, что это разные законы, которые связывают человека и Всевышнего и законы, которые связывают человека и человека. Это то, что происходит всякий раз, когда сыновья Израиля собираются на земле. Израиль начинает утверждаться на ней. И, естественно, наиболее ярко, наиболее четко это проявляется в наши дни. Что же дальше? Сидящий на небесах усмехается. Бог высмеивает их. Что значит сидящий на небесах? Так человек воспринимает Всевышнего. И так Давид обращается ко Всевышнему, говоря о тех периодах, когда Всевышний отдалился от земли и не вмешивается непосредственно в дела людей, в то, что происходит на земле. Есть путь управления миром открытый, через открытые чудеса, а есть путь управления миром скрытый. Может быть, через скрытые чудеса, через скрытые чудеса, которые человеку очень трудно воспринять, что это чудо, что произошло чудо. Ему кажется, что все развивалось каким-то обычным, логическим путем по законам развития общества, по законам развития истории. На самом деле произошло чудо. Сидящий на небесах усмехается. Бог, то есть сидящий на небесах, его как бы не видно на земле. Отдалился и оттуда, и как бы как образ, и с небес смотрит. Хотя на самом деле Всевышний никогда не опускает свою руку. Просто его не видно на земле. Усмехается. Что значит усмехается? Что значит смеется? Что такое смех Всевышнего? Мы знаем о речи Всевышнего. Мы знаем о сердце Всевышнего, как говорят пророки. Что же? Что означает смех Всевышнего? Чем он отличается от речи? Смех, как мы знаем, бывает разный. В данном случае речь идет о том, о смехе, о смехе несколько, о смехе ироническом, даже издевательском. Издевательством, потому что есть слово, которое дополняет, высмеивает их. Что такое смех Всевышнего? Смех Всевышнего – это когда он дает, дает своим врагам, противникам, народам мира делать то, что они хотят. Им кажется, что они достигают успеха в своих делах, а на самом деле они приближают время собирания рассеянных, помогают в становлении государства, укреплению государства, и тем самым помогают раскрытию Всевышнего на земле. Не только на небесах, но и не только, чтобы о нем говорили, что он на небесах, а чтобы говорили о нем и что он на земле. Это время они приближают сами. Это смех. Человек смотрит со стороны на другого и говорит, ну, давай-давай, посмотрим, что у тебя получится. И у того, кто старается, не получается, он смеется над ним. Я не говорю, что это хорошее качество. Я просто пытаюсь представить себе ситуацию. А здесь и по-другому. Здесь еще как бы более сильный смех. Они делают то, что считают, что им на пользу, то, что остановит раскрытие божественного присутствия, а на самом деле они приближают его сознательно или подсознательно. Сознательно или подсознательно. В качестве можно привести целый ряд примеров. Можно привести пример голосования в ООН о создании государства или лучше сказать о халука, о разделении государства на еврейское и арабское. Голосование о халука. Мы понимаем, что каждый преследовал свои цели. Никто серьезно не относился к тому, что евреи смогут выстоять в этой борьбе, фактически, голосуя, ожидали уничтожения евреев в земле Израиля после объявления государства, так как арабские страны поднимутся против них. У всех были разные соображения. Сталин хотел действовать в пику Британской империи. В результате было голосование. Действительно началась война, тяжелейшая война. Война Мелхемеда Херут, война за освобождение. И в этой войне сыновья Израиля не только выстроили, они действительно стали народом, почувствовавшим и поддержку Всевышнего, и научившимся воевать и отстаивать. И проявилось достоинство сыновей Израиля во всем мире. То, чего никто не ожидал, и то, чему препятствовали. И, скажем, если говорить о всей истории, можно вспомнить эмбарго на оружие и так далее. То же самое можно и говорить и о шестидневной войне, когда все ожидали уничтожения государства Израиль. И что произошло чудо. И в результате этого чуда сыновья Израиля овладели всей той территорией, которая была обещана Маше. И частью территории, которая была обещана Маше. То есть, это те примеры. Раф Кук, он как бы обобщил эти процессы. И в книге «Урод. Свет» у него есть высказывание такое. Маамар небольшой, небольшая статья, которая начинается словами, что всякая война, которая происходит в мире, она приближает период Машеха. То есть, народы занимаются своим. А в результате они приближают освобождение сыновей Израиля. В результате они приближают освобождение сыновей Израиля, собирание рассеянных. И таким образом Бог смеется над ними, и Он высмеивает их дела, как мы вот с вами попытались себе представить. Тогда заговорит Он с ними в гневе. Смех Всевышнего не будет бесконечным. В какой-то момент Он заговорит, то есть проявит себя в гневе своем и в ярости своей напугает их. Как мы знаем, те, кто вместе учим в Танах, мы знаем, что главная помощь Всевышнего в войне – это то, что Он посылает страх в сердца врагов, и они бегут. И здесь как бы то же самое – проявляется помощь Всевышнего, проявляется Его присутствие в мире, когда Он посылает страх в сердца врагов, и многочисленные армии бегут, как это было в шестидневную войну. «Ведь я поставил царя моего на Ционе, горе святой моей». Время явных чудес оно будет как провозглашение того, что власть над миром, она исходит с горы Цион, там, где Иерушалаем, там, где должен быть построен храм, как сказал пророк Ишаяху, «Ким И Цион Тецетулау, Двар Гошем Иерушалаем из Циона выйдет Тора, и слово Всевышнего выйдет из Иерушалаема». То есть гора Цион как символ, опять же, совмещения духовного и материального, высокой духовности и твердой власти. Там, говорит Всевышний, «Я поставил царя своего». Как Он говорит, объявляет ли, звучат ли слова, как они звучали во время дарования Торы? Вряд ли. Но это становится явно и очевидно так, как будто Всевышний провозгласил это с небес для всего мира. «Расскажу я о решении Бога». И тут, да, тут вступает в диалог или начинает говорить «Царь». Опять же, в этом можно видеть и конкретного человека, можно видеть и образ всех сыновей Израиля, достигших прочной государственности, создавшего прочное государство. «Расскажу о решении Бога». Сказал мне, «Я вам расскажу о решении Бога», говорит царь, правитель, выразитель мыслей всех сыновей Израиля. И он, говорит, сказал мне, Бог сказал мне, «Сын мой ты, сегодня я родил тебя». Мы понимаем, о чем идет речь, что сыновья Израиля называются сыновьями Бога. Это их несколько отличает от всего остального мира. А что значит «сегодня я родил тебя»? «Сегодня я родил тебя». Так же, как мы видели, что наступает время, уходит время скрытых чудес, когда Всевышний усмехается, когда Он высмеивает народы мира, и приходит время открытых чудес, когда становится все явно и очевидно, и во всем мире проявляются особые отношения к сыновьям Израиля. Не для того, чтобы разрушить весь мир, как мы понимаем, и как об этом будет дальше сказано, а для того, чтобы дать благословение на весь мир, чтобы привести людей к идее Всевышнего, к идее служения Всевышнему, к мысли о том, что есть на земле точка, через которую, где соединяются духовность и материальность, и оттуда исходит благословение Всевышнего, чувствуется его добро, его желание дать благо людям. Весь мир нужно привести к этому, мир нужно привести к этой, к этой мысли, и к этой мысли. И сегодня я родил тебя, сегодня стало очевидно. Сегодня это раскрылось. Если раньше не было видно особых отношений сыновей Израиля в Галуте, и без знаний не было видно особых отношений сыновей Израиля Всевышнего, сегодня это раскрылось. С восстановлением государства это раскрывается. Проси меня, и я дам народы в наследие тебе, и во владение тебе края земли. Здесь речь идет о какой-то власти, получении народов наследия, наследную дел, и владения твои будут до краев земли. Здесь прежде всего нужно было бы вспомнить, то есть нужно было бы вспомнить вот какой момент, что понятие Машиаха, еврейского царя, среди народов мира породило много искаженных идей. Господство и такая идея среди антисемитских кругов, что евреи хотят захватить власть во всем мире, что и есть даже тайное еврейское правительство, все хорошо знают такое замечательное произведение, как «Заговор селанских мудрецов» и так далее, и так далее. Этому представлению о царе или о евреев, которые хотят захватить власть над всем миром, наживаться, пить соки из других людей, нужно противопоставить высказыванию Коцкого Рэбби. Коцкого Рэбби однажды спросил один париц, важный человек, польский князь, может быть, спросил Коцкого Рэбби, сказал ему, скажи мне, все говорят о том, что придет еврейский царь, и он установит власть над всем миром. Ну, поляк он, гордый человек, князь тем более. И он говорит Коцкому Рэбби, а если я не захочу ему подчиняться? На что Коцкий Рэбби ответил? Если вы не захотите ему подчиняться, то это не Маших. То есть речь идет о власти подавления, о власти насилия. Речь идет о духовной власти, которая распространяет благословение и несет благо всем, и поэтому не вызывает сопротивления у людей. Если мы помним с вами, то задача, которая была поставлена перед сновьями Израиля перед дарованием Торы, то есть как бы Торы – это инструмент, а какова задача? Вы и будете мне царством священников и народом святым. Царством священников, то есть властью авторитета, духовной властью, у которой нет оружия и которой не нужно оружие, людьми, которым все приходят за советом, которым всем приходят за благословением. Их благословение действенно, и совет их всегда мудрый и так далее, и так далее. Царство священников и народ святой, то есть не тот, кто витает в небесах, не монахи, а те, кто живет на земле, трудятся. И в то же время в каждом простом действии, в каждой простой работе проявляется святость, проявляется божественный закон и проявляется божественное благословение – это народ святой. Это та задача, которая была поставлена перед сыновьями Израиля – исправить мир. И поэтому, когда здесь говорится о власти, то здесь не говорится о власти подавления, о власти насилия. Здесь будет тонкий момент дальше, вот мы к нему подошли, давайте его посмотрим. «Сокрушишь их жезлом железным, как сосуд горшечника разобьешь их». Вот этот образ – «как сосуд горшечника разобьешь их». Не убьешь, не прольешь кровь, разобьешь сосуды. То есть, твоя задача Машиха, еврейского царя, или, иными словами, еврейского народа, живущего на своей земле – разбить сосуды народа. Сосуды, как мы понимаем, да, это их религии, это их представление о Боге, о человеке, о смысле жизни. Это их извращение истории. Все то, чем, все, что является для них сосудами, то есть, формирует их жизнь, без чего они не могут. Их коммунистическая идея, их идея равенства и братства, как они ее понимают, их идея безграничной любви. То есть, все те представления, сосуды, которые формируют их жизнь. Ты их должен разбить, но не людей, не пролить кровь, не пролить кровь людей. Есть, скажем, да, в Ишаяху, в 61 главе, есть такой образ, что Всевышний идет и возвращается в землю Израиля. Да, понятно, что, опять же, идет речь о процессе собирания рассеянных, когда с возвращением снови Израиля возвращается и Всевышний. И вот как бы стоит дозорный и говорит, кто это в одеждах, запачканных кровью, идет из Бацры, приходит из-за Яордана. И Всевышний ему отвечает дозорному, да, это Я. А он его спрашивает, почему же твои одежды запачканы кровью? Он говорит, это не кровь, это виноградный сок. Я давил в давильни, давил народы, как в давильни, и в яй-эзни цхам аль-вигадай, и их сок брызнул на мою одежду. Да, Цофрим пишет прекрасный комментарий. Он говорит о том, что Всевышний растоптал народы не в том смысле, что он растоптал людей. Это не является целью. Он растоптал их извращенные культуры. Растоптал их извращенные культуры. То же самое и здесь. Сосуды, но не людей, нету цели убить правителей, покорить, пролить кровь. Такой цели нету. Есть цель избавить народы от ложных представлений. А ныне, цари, образуньтесь, внимайте назиданию судей земли. Это обращение еврейского царя к народам. И хотелось бы, конечно, чтобы оно прозвучало из современного Израиля, который бы провозгласил истинность Торы и необходимость придерживаться ее законов и ее понятий. И призвал всех правителей изменить их и представление о жизни, и внутренние структуры, и принципы управления государством. Этого пока не произошло. Хотя какие-то отголоски этого момента есть все-таки. Служите Богу в страхе и радуйтесь в трепете. Так же призыв к народу. Трепещите перед Богом. Понимайте Его величие. Живите по Его закону и радуйтесь. Это принесет вам радость. Не забывайте. Радуйтесь, трепете. Никогда не забывайте о мощи Всевышнего. Но соблюдайте Его закон и радуйтесь. Вооружитесь чистотой, чтобы не разгневался Он и чтобы не погибнуть вам в пути. Что Он от вас требует? Чистоты. Чистоты понятий, чистоты мыслей, чистоты дел. Особенно в управлении страной, в управлении государством. Ибо еще немного. И разгорится гнев Его. Мы на пороге, когда разгорится гнев Его. Счастливы все, полагающиеся на Него. И как резюме, счастливы все, полагающиеся на Бога. Трудно полагаться на Всевышнего, особенно правителям. По-настоящему полностью полагаться на Всевышнего очень трудно. Но правителям мы понимаем, что у правителя есть много обстоятельств. Что есть и дворцовые интриги. Если правитель не будет пользоваться теми средствами, которые применяют против него, то он погибнет. Есть необходимость обманывать, лгать, строить интриги, играть в политические игры, обращение к правителям. А как бы это ни трудно было, полагайтесь на Всевышнего, ведите себя достойно. И вы будете счастливы и принесете счастье своим народам. Я попытался изложить эту тему. Не могу сказать, что полно, полно ее невозможно, наверное, раскрыть вот так за один момент, за одно занятие. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что мы получили представление. И если у кого-то есть вопросы, давайте мы попробуем обсудить. Я вижу, что у Тимофея пойдет на руках. Пожалуйста. Да, Равзер, добрый вечер. Добрый вечер. Всевышнему можно служить из страха, а можно служить из любви. Но, судя по тексту псалма, здесь больше речь идет именно о трепете. Допустим, в пятом пункте, когда заговорит он с ними в гневе своем и в верости своей напугает их. И вот в том же одиннадцатом. Служите Господу в страхе и радуйтесь в трепете. Ну и вопрос, для народов только путь страха, исходя из псалма, предусмотрен? Или все-таки второй вариант тоже возможен? Ну, мы видим, что трепет – это не совсем страх, как мы понимаем. Это трепет бывает разным. Да и страх бывает разным. Бывает страх, который из-за боязни наказания. Я говорю о высоком уровне служения сейчас Всевышнему. Бывает страх боязни наказания. А бывает страх сделать что-то неправильно, потому что это неправильно перед лицом Всевышнего, что это как бы огорчит Всевышнего. Как бы. Но, тем не менее, сделать что-то неправильно вызывает… Эта мысль вызывает страх у человека. Не страх наказания, а потому что нехорошо делать неправильно. Это просто неправильно делать неправильно. Ты стараешься делать правильно, и у тебя есть боязнь ошибиться. Это, скажем, еще один уровень трепета. Любовь и трепет никогда не должны разделяться. И идеал то, чтобы они совмещались вместе. Любовь и трепет. То, что мы говорим в утренней молитве. Просим у Всевышнего, чтобы он научил нас ла-габа улейра и тшмеха. Научи нас любить и трепетать перед твоим именем. Не любить и трепетать отдельно, а любить и трепетать. Скажем, трепет, он дополняет чувство любви. Потому что чувство любви, скажем, чувство притяжения, чувство близости. И должно к этому чувству добавляться еще чувство величия. Осознание величия Всевышнего. Не просто тяга к нему. Потому что, скажем, тяга может привести к такому, ну, скажем, образно говоря, привести к такому понебратству, похлопыванию по плечу. Это любовь без трепета. Всегда должен быть добавлен трепет. Осознание и ощущение величия Любовь и трепет должны идти вместе. Можно говорить о том, что должно предшествовать трепет или Любовь. Зор ставит на первое место трепет. Рамбам ставит на первое место Любовь. Но дело не в этом. Это если мы говорим о сыновьях Израиля, которые идут со Всевышним, которые просят его, чтобы он научил и любви, и трепету. Они хотят этого. Другое дело, когда Машиах обращается к царям народов мира. Не к народам, потому что главная, основная проблема – это во власти в царях, в правителях и в тайных советниках, и в священниках. В них главная проблема. И он говорит им, поймите правду, ведите себя по правде. Но он предупреждает их, что даже когда вы увидите успех и обрадуетесь, и будете радоваться, вы не забывайте о мощи Всевышнего, о его способности наказать. А то вы придете в восторг, как это часто бывает. И опять вас куда-нибудь и несет. Пойдете вы по своей дороге. И он предупреждает их, чтобы у вас был трепет перед Всевышним. Трепет не как мы с вами говорили о снове Израиля, а какая-то боязнь и страх сойти его пути. Радуйтесь, но бойтесь сойти его пути. Бойтесь вернуться к старому. Бойтесь вернуться к старому, к своим старым привычкам. То есть представляется, что вот здесь такой разговор. Да, спасибо. Что-то еще хочется спросить? У меня тогда к вам такой вопрос. Скажите мне, что-нибудь понятно? Или из всей этой длинной речи только осталось ощущение, что что-то было сказано? Да, очень так хорошо и по полочкам. Хорошо, хорошо это. Ладно, вот главное, чтобы... Вроде понятно. Вроде понятно, да. Ну, хорошо, давайте тогда мы остановимся на этом. Я только хочу подчеркнуть еще раз принципиальность этого момента, который объясняет и сегодняшнее противостояние Израилю всему миру, непропорциональное совершенно давление на Израиль, попытку доказать, что Израиль, он и жесток, и он и аморален, и так далее, во всем своем поведении. Все это проистекает отсюда. И с боязни людей, что становление государства Израиля приведет к совершенно явному раскрытию божественного присутствия в мире. Хорошо. Всем всего самого доброго. Здоровья. Спасибо большое. Спасибо. В основном все понятно. Спасибо. Спасибо. Хотел добавить такую техническую деталь, технически актуально жизненно. К тому же сказал Рабзеев, если я там прочел, есть всякие отчеты военных по поводу прошедшей операции в Газе. И, среди прочего, раскрываются какие-то вещи, которые до этого, видимо, по причинам военной безопасности, не были сказочные. Все прочее было сказано, такая деталь о том, что пять было сказано дорогостоящих, ну, видимо, как бы, дорогих ракет, которые были посланы в ВАЗу, они были уже в полете. И в какой-то момент разведка успела сообщить, что цель, которую они должны как бы разрушить, там находятся люди, не имеющие отношения к юристической деятельности, так, скажем, это называется. И эти ракеты, каждому, по-видимому, это не за один раз, они были направлены в море и упали в море. Просто, как бы, такой пример. Грубо говоря, я, как бы, не знаю, ну, как бы, детально, каким образом ведут войны другие страны. Но, в всяком случае, это, в общем, это впечатляет, такая штука. То, что я хотел сказать. Спасибо, да, значит, отношение к жизни, к человеческой жизни, это, как бы, главное, главное отличие еврейской морали. Я, кстати, думаю, что это не только, не только, так, с большой буквы в кавычках, это не только из-за того, чтобы не обвинили, а это действительно некоторое принципиально другое отношение к человеческой жизни, даже если эти люди, они, в общем, так или иначе связаны, как бы, с врагом, с которым ты воюешь. Другая вещь, еще одна фраза, и как бы на этом закончу. Не знаю, можно, я говорил уже, где-то же меня впечатлило, я где-то читал, вот, каким образом рушили высотные дома. Высотные дома в Газе, это был, как бы, некоторый такой символ, вообще, власти Хамаса, кроме того, что в них были конкретные, как бы, учреждения, связанные с военными структурами Хамаса. Ну, в общем, это занимало порядка четырех часов, и там целый ряд процедур был. То есть, сначала посылали дрон, посылают дрон, который смотрит, что в здании, как бы, там нету, не осталось людей, которые там были. Потом Шабак, это как бы служба безопасности, он обзванивает, обзванивает по телефонам людей, которые могут находиться там, предупреждает, чтобы они уходили. Потом сбрасывается, специально сбрасываются, как бы, такие напоминающие бомбы, легкие, неразрушительные покрыши, известные, которые дают предупреждение о том, что в течение короткого времени будет разрушено. После этого еще один, летит еще один дрон, и он смотрит, что вокруг, на приезжающих улицах, нету людей, нету, ну, как бы, опять мирных жителей. Потом прилетают четыре самолета, F-16, которые бомбят не здания, а бомбят по четырем сторонам здания, рядом с основанием. И по этой, как бы, по этой, ну, как бы, технике это здание, действительно, было видно на, на, на съемках. Это потрясающе. Здание складывается внутрь себя. То есть, огромное здание, оно падает, при этом практически нету червы, предстоящих зданий вокруг. Ну, окей, это я так, в общем, как бы... Нет, это, это интересно. Да, во всем, во всем нужна пропорция, естественно. Хорошо. Окей. Спасибо большое всем за внимание и надеюсь на следующие встречи. Всего самого-самого. Окей, всем счастливо, пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok